Если успели дожди были, засадились, если успели осенью, если нет, то весной. Весь огород выкопали осенью, то есть цикл один год. Посеяли, сеянцам продали, либо вот какой-то двухлеточка. Посеяли, какие софтарские? Да все сеем, ну пойдемте, покажем. У нас тут, конечно, после... до снега, до снега, вот Миссарька уже по снегу забирала. Все вот в таком виде. Где же мы живем? Примерно вот так, допустим, хранятся черенки. Там полный дом забитый. Это вот режем в этом году, план у нас 120 тысяч черенка. Это у нас вот дерен. Вот он хранится, все отлично, обработан тревикурчиком. Вы его когда нарезали? Да, наверное, вот этот, наверное, недели две назад поставили. Вот так, неделю-две назад собрались, режете и ставите, да? А потом вы его открыли, то на сколько, на две почки? На две. Вы его сразу в открытый грунт, да? Его будем на пленку, да. Пленка черной затягиваем, под низ капля, тыкаем дуги из арматуры стеклопластиковой. Через пленку прям тыкать, да? Ну, сначала гвоздем проходим, потому что там уже начинает кое-когда образовываться калий, чтобы его не сбить. И укрываем сетками. В тоннеле. Первые пару недель стараемся включать спрей. Ну вот, давайте, я так отсюда начну, это такие закрома. Вроде, кажется, сарайчики, но они многофункциональные. Рабочая тема. Рабочая. Тема рабочая. Это девичий виноград стратифицируется. Семена. Да, 250 тысяч на следующий год уже предзаказ, вернее на этот год. Семенца винограда. Это у нас черноплодная рябина. Черноплодная рябина. Что годнее у вас стратифицируется по времени? Ну, стараемся два месяца. Смотря какие культуры. Вот пузыреплодник, допустим, калинолистный, зеленый положили, думаем, рановато. Но ничего. Опля, сейчас тут на свет. Вот семена пузыреплодника калинолистного. В мыслях, что взойдет около 100 тысяч. Потому что собрали очень много. Ну и так, берючина. Здесь у нас сирень. Сирень в погреб забитый. Просто здесь уже оставили. Здесь сирень вся набухла. Семечка. Все хорошо. В Максиме обработано изначально. Замочено. И все понимаем. Превентивные меры защиты. Да. Вот вся гладкая кожучка. Вангута, лютеус. Это все вот уже. Череночки готовятся. Все готовятся. Все вот таким образом хранится. Может где-то что-то неправильно. Но пока у нас вот так это все получается. У Смирновной Тяновосильной тоже так все начиналось. Да, да. Ну, это собрали снежноягодник. Но он на следующий год никогда не всходит. Да. Ягоды оставили. Сейчас весной переработаем. Уберем по сей осенью. Уже в следующий год, чтобы не занимать место. У нас же земли не хватает. У нас самый главный фактор. В прошлом году немножко обкатали по девятку кизильника. По девятку. Это очень просто. Потому что, считай, если в мае, в июне у тебя взял по девятку, то это уже будет полноценная пцентрешка. Конечно. Забрала ей. Все затарено. Ну, молодцы. Выкупили участок. Сейчас подготавливаем площадку. Контейнерку, да? Да, небольшую. Ну, это так съездили. Может быть... А, Женя, что-то, ее до хлебова знают. Да, конечно. Мы его съездили. Кройки взяли. В Асколе же он там. Да, да, да. Ну, это так. Думаем рассадить. Ну, здесь все эксперименты. Там августовская черенкование. Пробовали лаванду. Вот эксперимент хороший. Две кассеты сирени. Корни собственная. 98% укоренения. Шикарно. Красавица Москвы. Вот там высажено. Сколько такую ты продаешь? Пока еще ничего не хочу. Хочу сделать ее на штампе. Все выгнать. Ну, а так вообще цена такого адекватная. Рубле 180. Она же в первый год просто закладывает почку. Укоренилась. Я ее перевалил из кассеты. Ком, наверное, еще, конечно, не заплела. Но он вылез уже. Уже видно, да. Уже выходит. Да. То есть, в принципе, ее можно перевалить там и в трешку, или в двушку хотя бы. Угу. Если договориться, цена не 180 будет. Ну, понятно. Мы это... Очень клиент-ориентирован. Денис, какие-нибудь остатки-то есть? Что сейчас на весну или все продано? Ну, здесь укореняли. Пытались это все. Очень жарко. Здесь все сверху лежало летом. Ну, нужно делать каркас. Высоку надо. Да. Чтобы хотя бы прослойка была 10-15 сантиметров, тогда да. А так это все горит. Угу. Мы ее не высаживаем. Ну, сейчас рабочая зона. Вон, видишь, какую молотилку взяли. Да. Шикарно. Мы все же побрали. И Люксенко, и Николай. Я, блядь, на Авито на нее смотрю, но все время хочу спросить, работает или не работает? Работает, да? Работает 30 секунд ведро. 10% остается не перебито. Делаем второй раз. Ага, все идеально. Что-то на косаре 20 же тут. 7. 7. 27. 27. Ты представляешь, сколько мы мясорубок? Да. В ту же дергетизельника мясорубкой крутить. Это два дня не переставая. Просто. Здесь же в Россоши, чувак, это происходит. Да, сюда в контакте. Ну, да. Вот такой парень. Ну, Артемова. Да, да, да. Это вот для тленочников дерева. По осенью закупили, обработали. Сейчас начинаем делать. Пока хранилось. Ну, иду много времени. У меня только один вопрос. Ты почему еще сюда газ не завел и тепличку годичную не поставишь? Все-таки время было зимой отдыхать, да? Это не наше. Мы вот все-таки хотим на сеяниц максимально перейти. Это вот нам. Ну, а вот же сделал паркат. Сейчас будет затянуто все белой сеткой, 80-кой. Все куплено на шестиметровке. Вот так ложится. Брал, блин, а где брал? Да здесь рядышком брал. И вот такие череночники. Сейчас будет оттянута пленкой. 28 штук. Все будет здесь дождевой. Древесный черенок. Древесный. Сейчас попробуем. Каждые 2,5 сантиметра нагрузка 4,5 тысячи. Их будет 28. Между рядочками сколько будешь? Все, 2,5-2,5. Да, у нас же как, в июне достал и высадил. Да, да. Пленка будет, да? Это сетка. Сетка будет, затеняющая. Да, сетка затеняющая. А пленкой они будут обшиты, крышки тоже с пленкой. И вот первое время, конечно, придется с рюкзаком побегать. А потом дождеватели открыли. И они 4 ряда будут висеть. А что туманку туда не хочешь, чтобы с рюкзаком не бегать? Трубку 16 кинул. Две недели. Лава, две недели вот это все. Ну ты же не на один год это же ставишь. Ты не представляешь, как просто это. Я каждый день все равно труб. Ну все, понял. То есть настолько получается, я прошел, и все открыл. Одного рюкзака вот так за глаза. Влажность создал. Еще что нужно, в рюкзачок закинул витамин. Да. Да, хотя бы там. А я уже как? Это не про деньги. Это для души. Это для детей. Это, короче, когда открывается машина, и он просто побежал. Да, он знает, куда идти за ягодами. Сын, я имею ввиду, он побежал, и все, он тут. А потом он еще и листики обрезает, носит в конец огорода. Ну то есть... Пока папа тут работает с рюкзаком, сын здесь рядышком. Хотя все равно какая-то там соточка заходит в год в любом случае. У меня когда сын мелкий был, тоже с садиков приходил. Я иногда бы дома, он мимо, выговорил сразу. Вот, вот здесь тоже садик. Замарается весь. Так и все, и он же не ест все подряд. Ну, избирательно. Выбирает самую огромную, прибегает, смотри, или там какое-то сердечко или чего-то. Ну там у нас все, вот под белым, это, конечно, кизильник, сенис, да. Дальше там липа, все посеяно. Липо. Что, пройдем? Пойдем, давай. Липосеянец вообще дефицит. Большой, катастрофический дефицит. Юрий Николаевич сказал это. Ты же помнишь, липа моя? Я говорю, блин, звонил Саша Сезонов, говорит, сделай побраски, нам вкусняка. Не, ну реально, просто вот знаешь, сейчас сколько мы объехали питомников, и всем на прививку подвой липосеянец катастрофически нужен. Ходит настолько, ну как кизильник, вот это не поймешь. С кизильником мы хоть приноровились, там шить их укрыли, горит, думаем почеренковать. Мадочник заложили два сорта, но один какой-то ужасный, вот сразу желтый превращается, вот этот, видишь, а вот этот еще стрессует более-менее. Ну сейчас хоть чуть-чуть с сыр кончиком пройдем, может быть, может быть, может быть. Стресса. Это кизильник мы посеялись, и семена, это получается позапрошлого. Позапрошлого. Ну семена-то собирали когда-то, осенью собирали? Да. В 23-м собрал, в 23-м посеял. И что, получишь? Нет, так, он же, видишь, закрыл, то он его откроет, а только в следующем году. Нет, нет, я с чем. Ну, про это ты, между... А, все, я понял, тут схема другая. Он его откроет, он чем обработал, чтобы он в тебя сходил? Ни кем, пока не кем. Просто очень рано посеял, сразу накрыл. И семена созревшие уже собирал или недозревшие? Недозревшие. Недозревшие, да? Чтобы нету лошей. Ну, это маточники, это вот... Еще там у нас Дерен, Golden Princess, Грифшайм, сейчас Anthony Waterrail, Little Prince. Вот еще два осталось дорезать. Пузыреплодник резали. Вот, полярный медведь. Там немножко рассадили гортензис, а там 10 штук. Артензис, у КВ-9-ку или в кассету очередную, или ОКС-ку? ОКС-ку. ОКС-ку. Блин, сейчас придем к этому, вот есть площадка. Вот соседка здесь отдала, вот так мы шли, ширимся, ширимся. Здесь в аренду взяли, тут выкупили. Угу. Этот так отдали. И, то есть, вот сейчас, на дикторе, мы можем черенковать, три сорта. Угу. Морозостойки, все, вот это где выпады, это как раз выпало. Ну, мне в кассетах она интересна. Сейчас вот будет, это зеленый черенок, ну, правда, Саша сезон будет, давай работать, чтобы сразу кассеты перекатить. Ого. Ну, это, принормальное, это здесь, в кассетах, в 90-х нам удобно. 96-я елка? Нет. Прям 90-я небольшая. А, круглая 90-я. Я тебе покажу. Ну, она удобная, она сложна, это и по количеству. Нет, мне без разницы, какая чека, но в кассете просто неспокойно мне пришло, я перевалку себе в по девятку сделал, разогнал. Тем более, вот это, ну, для вашего региона. Да. Хиткот, Монстед и Хавана. Вот они отлично, они немножко разные, какая-то селененькая, какая-то низкорослая. Там есть вот большие кусты, это фея, у нее интересно кривые соцветия. Ну, то есть тоже смотрится. Высокодекоративно. Да, да, вот они в конце, видишь, они сродки огромные, ну и по-своему там. Да, он. Там в конце длигантисим. Лип, Кизель, как вы сеете, какие эти, что применяете? Технология. Да. Ну, с липой вообще непонятно, стараемся замакивать. Долго, нельзя прийти здесь, меняем. С Кузнолистой так, мы не придем, она просто задолбала нас, чтобы занимать место два года подряд. Она же там посеяна, и досеяна туда, то, что истратифицировалась еще год вспомнил. Семена? Старая досеяли, выкопали. Семена посеяны с осени. Ну, там шесть ведер, 11-20 зайдет. У нас, конечно, нормальный проблем нет, у нас с мужиками очень хорошо. Да собрать, собрать, у нас пока сходят с техобъемом. С Кизельника здесь посеяна, 60 ведер, то липы 60 ведер не соберешь. Ну, у нас вот урожай семян липы в том году был хороший, но никто не собирает. А в этом году херово, я просто хожу, все время смотрю, когда она там, что как. Ну, собрать, это реально нужно, что, брать секаторы, срезать, что ли эти? Да, сверху, сверху, отойдем, говорит, сюда, ну. Сверху, сверху очень тяжело, а так вот руки затекают, все затекают, лизинку в палку. Блин, поздно прокритировали, сейчас второй раз призой пройдем. У нас все так получилось, в прошлом году основные заказчики, Любченко и этот, и зеленый гипп, знаете, не слышал? Кто зеленый? Зеленый гипп, они не слышал такого? Там уже предзаказы, там огромные, вот 650 гриала дарили. А здесь мы уже выкопали 70 тысяч кизильников в прошлом году и ждем повторных всходов. то есть первый год порядка тридцати процентов сходит и потом на второй год уже остальные до сих пор сколько лет и до сих пор вот она пошла идеальничек пошел хотя земля еще под морозал то правило на одном месте нужно сеять ну нет два года ждешь а здесь потом потом наверное надо бы оставить его пишем замороженная вот только не на виду он пошел ну и я думаю хотя бы тысяч пятьдесят должно зайти на этом месте тут у нас повторно боярышник дай бог вылезет потом его если что-то вылезла копаешь он же весь не в попад но лучше и простратифицировать его два года уже сей потом просто выкопаешь и забывай даже если что-то вылезет назар не наступая на эти носики не ломать а это такие или сюда крупно лист на липа вообще у нас бич это солдатики они выжирают семена которые остаются не взошли а второй конечно траве ну ненадолго этого хватает посмотрим что полярного медведя вот сзади контейнер на хорошую слушаю участок был лес техника 165 тыс забор же сидишь когда ну там она китайская ниже себе и вот сейчас застилен там вот заложили уже эти будете большая тепличка дренаж будешь делать ничего в этом году из сверху пленки агро ткань да не просто агро ткань вот это смирнова татьяна васильевна у нее же первые все контейнерки она тоже землю выравнивать прикатывают уплотняет потом пленка плет плотная 200 микрон и потом черная гороткани разуклон очка получается вода которая попадает она по пленке скатывается авиано ну да такой что он будет лица ну то есть сама же и структура земли песчаные за счет этого будет и уходить очень много до 4000 поставили ровно и просто укрыли все отлично вырос не вымокает трешка ну трешка ничего не будет четыре тысячи поставим трешки попробуем в дальнейшем если вы сейчас уже человек там говорит дай по девятку то есть мысли есть дальше контейнерку расширить есть мысли там пред предлагает земли говорим давай сейчас мы это здесь правильный нам году что откатаем добавили 20 соток техника разобраться чтобы не лопатами копать но ускорится что-то технология это размещение предзаказа авансирование да тамара борисовна это главное это не теория так голимая практика да давай доедем ну ну давай давай три года назад вот взяли участие вот такие или тут 100 тысяч зильников зашло взяли в аренду соседа еще год и там ниже говорят горные сосны голубые ели они потихоньку уходили уходили лопатами нам ну ты у него кассетка брал или прям по девятка тема но для по девятки до 800 штук хочу закупить он их собирает собирает здесь оно все стояло в этих ящиках а мы по девятку а мне понравилась лома про час решетку выпустила классные охеренно я скидывал дать но она получается ножки за щель там снизу два сантиметра получается от по девятки когда в эту решетку ставишь ну короче по девятка под ключ с решеткой обходится в семь с половиной рублей один квадрат вот посмотри одна по девятка с решеткой без там и 6 на 4 24 по девятке вот подключить семь с половиной рублей это час ему в части нахлёст сантиметров десять двадцать десять так чудо сани доедем там 2 клетку посмотрим да есть клетка ну семь с половиной тысячи у него забираю наверно примерно столько же остается понял